Опа! Самые интересные звуки, собрать их в одну мелодию и главное выучить самую известную местную песню и с помощью нее заработать на что-нибудь вкусненькое. Эксперимент и ничего больше. Местные называют это местечко чертов стул. Ну якобы черт периодически сюда приходит, садится, смотрит на город и думает, чего сегодня начертить. Мы в Петрозаводске, дамы и господа, столице республики Карелия. Республика Карелия. Место, где дожди начинаются внезапно и льются в крупнейшие озера Европы, где играют на множестве невиданных инструментов, где только десятая часть земли пригодна для жизни, а все остальное – вода. Кто-то сюда приезжает за вдохновением, а кто-то за силой. Мы приехали за скрипящей тишиной. Ароматным вкусом иван-чая, а точнее за звуком сбора этой чудо-травы. И манящим запахом калиток из печи. Да, здесь, в Карелии, их готовность проверяют на звук. А еще за кижанками, которые поют. Интересно поглядеть, да сидя у окошка. И за кижанками, которые скользят по воде. Пришло время послушать Карелию. Было бы странно, если бы край, который называют центром деревянного зодчества, кладовой грибов и самым таинственным краем в России не звучал. Знакомство с Карелией я начал с деревни. Это Кинерма. Здесь Карелы поселились почти 500 лет назад и живут до сих пор. Каждый дом – культурное наследие. А следовательно, и звуки здесь должны быть соответствующие. Главное сейчас найти местных, те, кто знает все об акустике. Кинермы. Скачаем эту махину, которой сколько, как вы думаете? 100, 200, 300 лет. Сейчас покатаемся. Так, как желались на ней теперь? Допрыгнуть разве что? Опа! Представляете? Всего 16 дворов и 5 жителей на всю деревню. Не получается раскачаться одному. Никак, дружище. Давай, помогай. Давай. Опа! Посильнее, посильнее. Что же ты мне? Ну? О! Хорошо! Понеслась! Пока раскачивали кинерому на звук, встретили парня, который пошел по делам, и мы за ним. Знакомьтесь, друзья. Егорка. Егорка вместе с мамой, с папой, с братом. Они делают все, чтобы сохранить облик самобытной карельской деревне. Правильно говорю? Правильно. Ну, дома у нас очень старые, аутентичные. Таких вообще осталось совсем немного. Таких деревень, которые бы сохранили свой облик. Где не было бы новых построек. Как говорит моя мама, они не были бы изуродованы современным строительством. И вот мы стали потихоньку работать, откладывать деньги, реставрировать некоторые дома. Егорка как будто родился гидом. Вот, казалось бы, живет в деревне, а с иностранцами общается в разы чаще, чем даже некоторые жители мегаполисов. Кстати, плетеная корзинка не декорация для туристов, а инструмент в руках профессионала. Не просто так у тебя корзина в руках, Егорка. Не просто так, друзья. Сейчас идем. Куда? Мы идем собирать чай. Этой травой почему-то зарастает пожарище. Ну, не только они. Иван-чаем ее назвали якобы в честь некого деревенского парня, который гулял по полям в красной рубахе. Если замечали, что среди травы мелькает что-то красное, говорили, мол, это Иван-чай гуляет. Чаем, кстати, на этих полях и не пахнет. А мы и не за запахом, мы же за звуком. Вот он в исполнении Егора Молодца. Ну что, Егорка, есть чай у нас? Есть. Есть чай. Вот собрали мы чай. Такие листья у нас получаются. Сейчас мы их отферментируем, засушим и можно пить. Да. Отферментируем? Это на местном языке, значит, пропустим через гигантскую мясорубку, которая лет 50, а она пашет как новая. Что в итоге? Размельченную траву сушат и заваривают, чтобы не страдать от депрессии, бессонницы и кашля. Заодно привести в порядок желудок, состояние кожи и подтопить иммунитет. Вот, собственно, за этим набором оздоровительным мы в дом мамы Егора Надежды Калмыковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Террехтели, туго-мели. Как вы сказали? Еще раз. Террехтели, туго-мели. Здравствуйте, проходите. Это на карельском, правильно? Это именно она придумала сохранить кинерного. Это благодаря ей здесь. Туристы теперь толпой и только по записи. И мы тут, как тут, со своими акустическими поисками пришли попробовать иван-чай и открыть для себя калитки. Не ворота, а карельскую национальную выпечку. Калитки. Северные карелы называют калиттуа. 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 И, видимо, русский народ услышал северное название. И такие говорят, калитки, калитки. Калиттуа. Берем, делаем желудный шарик, чтобы не было защиток. Нет, ничего не надо. Похоже, я буквально ладонями поймал аккорды, которые войдут в наш саундтрек из самобытных звуков Кореи. Послушаем. Все пальцы убираем, оставляем только одно указательное. Большой прячем прямо так, чтобы он вообще не вылезал, иначе он будет нам мешать. Интересно, еще раз покажу движение. Он захочет вот так делать, да? Да-да-да, как фильмеешь. Так, вот так аж. Вот так. Даже не вот так. Вот так прячем. Хорошо. И смотрите, вот этот внутренний край. Не середина, не вот этот внешний край, а вот самый-самый крайчик вот этот. Тихонечко втыкаем начинку в кашу. Угу. Вот. Уголочек закрепает, здесь уголочек закрываем. Угу. Так, отправляем наши калитки в печь. Так, ставьте тихонечко. Так, ставьте тихонечко. И палку лопату вытягивайте. Это тоже надо записать, ребят. Давайте. Ох, как красиво. Подождите, гляньте на это. Калитки уже дошли до кондиции, и оказалось, что проверить на готовности можно по характерному звуку. По-моему, ни в одной еще кухне мира нам не довелось поймать полную тишину. Поэтому тише-тише, мы в Карелии. Вот он. Звук готовых калиток. Вот так. Круто. Послуху по твердости. Знаете что, ребята? Знаете что? Я сейчас попробую. Осторожно, каша горячая. Спички. Все было не зря. Это удивительно. Удивительно вкусно. Это никак не ассоциируется ни с какими пирогами, пирожками. Вообще, совершенно другая, изысканная история. Поэтому занесите, давайте, в свой список, друзья, вот это вот блюдо, которое нужно самому приготовить и попробовать здесь, в Карелии. И не просите, пожалуйста, вилки, ножи, вот это вот все. Не расстраивайте хозяйку. Ммм, вкусно. Давай, тоже признаюсь. К звучащим достопримечательностям, хочешь не хочешь, нужно добираться через лес. Это значит, через вот эти вот чешуйчатые, осыпающиеся, ветвистые коряги. Значит, приехал только москвич, ну, в здешние места. Пригласил Карелочку в ресторан и думает, какой же комплимент отвесить, чтобы прям вот в точку, прям в десяточку. И говорит, ты такая красивая, как карельская березонька. Сразу же леща отхватил. Так что приедете в Карелию, вот, без этих комплиментов, ребят. Красивая, как карельская береза. Придурок. Деревня снаружи выглядит, конечно, так себе. Но вся фишка внутри. Благодаря какой-то неведомой мутации, древесина внутри покрыта узорами и наплывами. Из нее делают мебель и шкатулки, которые по прочности, красоте и, кстати говоря, стоимости сопоставимы с мрамором. Было даже время, когда карельскую березу использовали как валюту. Плати ею налог в царскую казну. Так что не думай о кривых березах свысока. Знакомьтесь, господин Кивач. Самый шумный водопад в Карелии. Ну, с карельского Кивас переводится как Снежная гора. С русского можно трактовать как Кивач. А с финского Мощный. Представляете? И это не просто так. Зимой, когда он полностью покрывается льдом и снегом, даже под кромкой льда слышно, как он шумит. Невероятно. Вот такой звук. Записываем и, я уверен, он отлично ляжет на наш музыкальный трек из Карелии. Местные любят говорить. Мол, у нас воды в Карелии, хоть убейся, камни хоть убейся, никак не получается, что ты будешь делать. А леса, да ну его. Ну, действительно, не надышаться. Уважаемые карелы, что же вы про комаров-то молчите? Жужжат же без остановки. Считается, что раньше на месте Карелии был гигантский ледник. Когда он отступал к морю, зацепился за холмы, а осколки льда стали водой. Теперь Карелия – это у нас земля, озер. От них не скрыться ни в лесу, ни в городе. Кстати, в городе Петрозаводске мне довелось пройтись по берегу гигантского пресноводного Онежского озера. Девчонки, смотрите, получается несколько десятков тысяч чего, водопадов? 30 тысяч рек. Здравствуйте, конечно, здравствуйте. 30 тысяч рек. Представляете, если их соединить в одну полосочку, то можно обогнуть земной шар два раза по экватору. Круто? Да. И 60 тысяч озер, не считая маленьких. Смотрите, если взять, сколько живет Карелия человек? А вот сейчас я вас поймал. Сколько? 300-500 тысяч человек. Дождите, не в городе, не в Петрозаводске, а вообще. Блин, больше, 600. Опаньки, почти 600 тысяч. Делим на 60 тысяч озер, сколько получается? 10. Можно это вырезать? А это значит, 10, абсолютно верно, а это значит на одну семью, одно озеро, представляете? Озерные владения мы с девчонками как смогли поделили. Осталось выучить их название и хотя бы одну местную песню. Я, конечно, освоил мотив и замысловатый текст. Осталось убедиться, что песня известная. Да и произношение, так сказать, нужно подтянуть. А я пою песню. Тебе нужно за 30 секунд угадать на каком языке. 20 секунд осталось. Красный загорится, сейчас будет зеленый. Я не знаю. Круто. Ты местный? Да. Карел? Да. В школе какой язык изучал? Русский. А еще? Все. А карельский? Карельский учал, но не учил. Ну, я не знаю, как. Вообще не знаешь? Нет. Да что будешь делать? Как вообще я сам это выучил? Если честно, даже я и не понял, что вообще за язык. Ну, это камень в мой огород в смысле плохо выучил. На каком? Киевском может? Карельском? Не, не карельском. Не карельском? Точно не карельский? Ребят, это обидно очень Песню Не то, что песню не знают Обидно, а что Карельский язык, к сожалению Ну, не то, что не в почете, но Его не изучают И почему-то нет желания Изучать родной язык Может быть, конечно, мы не на тех людей попадаем Напомню, что акустическое путешествие Это поездка с экспериментом Я не только звуки собираю Выступаю на местных улицах с песней Планирую заработать на ужин В виде какого-нибудь блюда Из местной кухни В Карелии моим пунктом подзарядки Может стать кафе с большими люстрами Как будто домашними обувями И интерьером в стиле русской провинции 19 века Не скажу, что повеяло этническим духом Зато определенно есть Какой-то тихий уют Кое-что из корейской кухни Тоже должно быть Ну, у вас есть что-нибудь карельское прям такое? Карельские краюшки с форелью Где они? Я не вижу Они в разделе таз Карельские краюшки с форелью 140 рублей Ну, краюшки так краюшки Звучит аппетитно? Почему нет? Будем стараться Петрозаводск Петрозаводск Единственный город в России Который назван в честь Петра Первого А? Вы скажете А как же Санкт-Петербург? А как же Петропавловск-Камчатский? Неа! Они в честь Святого Петра А вот, кстати Петрозаводск Не просто так был основан Для того, чтобы снарядить пушками Русскую армию Для ведения Северной войны Что все правильно автор придумал Лес дает уголь Озера дают, что, энергию Все работает, все получается Правильно сказал? Пойду? Спасибо Больше трети населения всей Карелии Живет здесь В Петрозаводске А плотность настолько маленькая Что народу на улице Ну, видно Все за город уехали, может быть Сейчас найдем Мы что, песню зря учили, что ли? Я напоминаю Мы продолжаем бродить По главной площади Карельской столицы И выискивать знатоков Карельской культуры Ну, куда там? А где Карелы живут? Кто, так сказать, занимается Большинство перешли на финский На финский перешли? Да То есть больше говорят на финском Нежели на карельском? Русский, да? Нет Да Русский Это уже тупо русская республика Вы карелки? Нет У нас в школе изучают Мы финский изучаем Финногорский А карельский почему не изучаете? До пятого класса До пятого класса карельский изучаете? Не изучали, но можно изучать Вы выбираете? Да Либо финский, либо карельский? Либо, да, векский И еще можно векский И вы выбрали все какой? Финский Почему? Потому что Нафига нам карельский? Так, стоп Возвращаемся Возвращаемся назад Еще раз я спрашиваю Ученки, какой вы выбрали язык? Вы говорите Финский Ну блин, надо было карельский выбрать Хорошо? Давайте еще раз Ученки, ну и какой язык вы выбрали? Финский Но Надо было карельский Молодцы Ну это классно Ну давайте, удачи В Петрозаводске нам не встретился ни один Карелоговорящий карел Так что эксперимент зашел в новое русло Кто угадает в трех раз, на каком языке я пою? На каком языке? Не знаю С трех попыток Первый Английский неправильно Второй Испанский Неправильно, третий Италия Итальянский Вы три попытки исчерпали Можно позвонить кому-нибудь Звонить другу Нет? Знаете на каком языке я пел? На карельском На карельском? На карельском Если честно, это не похоже Ну это уже другой разговор У вас такого кай С трех попыток, поехали Давай начнем с карельского Молодец Татарский Татарский Здесь, знаете, такое Ну как бы бывает Хорошо, дальше Ну, допустим Неправильный ответ Не татарский Дальше Карельский Карельский Да? Да Когда я летел в Карелье, я думал, что здесь живут карелы Ну логично, да? Которые говорят на карельском Понимают карельский Но не тут-то было Всего лишь 5% населения Владеют родным языком Представляете, 5% То-то эти люди живут где-то в деревнях Поэтому я не знаю, что мы сегодня заработаем в этом городе Нет, ну, в принципе, можно не ужинать, конечно Видишь, как-то охотятся, там, на воде сидят, морковный сок Девушка, у вас есть морковка? Везет белый кай Попытка номер один Что-то, может, сербский какой-то? Сербский Неверно Вторая попытка Чешский Чешский Неверно И третий Так, давайте, давайте Очень ответственный момент Я тут стою Так Вот я тут Мы с вами стоим Мы с вами в Петрозаводске стоим Я вам пою песню На финском, что ли? На карельском? На карельском, конечно Можно я надену, у меня солнце светит очень сильно Первый вариант Наглёж Испанский Нет, вы же сказали точно не испанский Хорошо, дальше Второй вариант Португалия? Нет, не Португалия Будьте осторожны У вас осталась одна попытка Мне не страшно Почему? Ну, что случится Я не выгляжу угрожающе? Нет, не страшно А вот этот парень? Тоже нет И камеры, я не боюсь Еще скажите, что хотите его погладить? В общем, проблема у нас Никто не знает песни Никто не понимает, на каком языке я пою Поэтому мы прибыли на фестиваль Легенды Севера Может здесь у нас получится Я выучил песню на карельском языке И никто ее не узнает Тогда Наташка точно Девушка приглашает батюшка в баню Она говорит, не пойду Вода холодная Стоп Кого приглашает кто? Батюшка Батюшка Дочке батюшка А папа говорит, дочке Да, она говорит, не пойду Мыло Щиплет глаза Вода холодная Не пойду Матушка зовет Не пойду Милый зовет Все прелестно Мягкий пар Вода тепленькая Вы серьезно? Да, это о том песне А ты выучила, не знаешь содержание? Ну-ка я пытаюсь Никто же не Я на слух же Я на слух Вот ругательные фразы на карельском Вот и не скажем Мы сразу корень вырубят Начнется, нельзя Мы ничего Мы ничего Подождите, про какой корень вы говорите? Самый Кому вырубят? У кого тут корень? У нас нет Мы ругнемся Мы ничего не поможем Самое страшное Это койру Койру Это значит что? Собака Койру Это у нас не получается Койру Вот так надо говорить? Нет Бабушка у меня говорила Пиру векен Типа черт побери Вот Вот Еще раз Пиру векен Пиру Это одно слово Да Подальше Векен Или веках Как-то так Ве это А, ве это направление Пиру ве можно сказать Нет, ве это униси Пиру ве А пиру это черт Черт Пиру ве А про корень я не понял Там что за шутка была? Про корень Лучше надо биологию изучать В общем, я перебрал все звуковые файлы в папке Карелия Собранные вот в данной минуте И мало будет Просто критически мало, друзья Нужно было что-то делать Искать настоящих адептов местной музыки Тех, кто с головой погружен в карельскую звукосферу И такие нашлись Вот мы в нашем проекте Измеряем богатство городов и стран Не только количеством звуков Но и наличием народных музыкальных инструментов И поверьте, в Карелии их предостаточно Влад, Дмитрий Друзья, я уже успел удивиться от количества музыкальных инструментов Которые живут здесь В музее И сейчас вы тоже удивитесь Пожалуйста, рассказывайте, что у вас есть У нас есть карельский инструмент Йоу-хи-ко Еще раз, медленно Йоу-хи-ко Хорошо Йоу-хи значит с карельского и с финского языка Конский волос Почему так называлось? Потому что, собственно, вот это, говоря, конский волос И вот струны тоже сделаны из него Звучит, конечно, круто Ну, в смысле, название Название круто, да Вот, а как музыка? Надеюсь, музыка будет соответствовать Это карельский наигрыш Который был где-то сто лет назад зафиксирован Нотно и на аудионосителе Звучит, называется наигрыш Манитус Просто сейчас посмотреть, как человек, который играет на гитаре, берет в руки Йоу-хи-ко И у него ничего не получается Еще не было человека, который бы через 5 минут общения со мной не заиграл Но у нас 30 секунд Это звучит угрожающе Да Причем даже, который не хотел Ид коры честно говоря думал что вообще не получится удивительно удивительно давайте двигаемся дальше это не точная копия но реплика инструмента зафиксированного очень давно копия инструмента 1800 какого там 26 5 год мне очень нравится как звучит ну серьезно очень-очень мелодично правильный взял мне очень нравится я вот сижу сейчас думаю когда же вы скажете про вон тот инструмент который висит на стене что это вообще это из коры дерева труба из пастухов певника есть пастухов почти саксофон слушайте у нас такая проблема выучили песню оказался она неизвестная я просто хочу немножко фразочку сыграть одну чтобы но насколько может быть вы знаете все таки это песня дарине мари не серене коры не оба ри старых монет тека чека обретаться слишком хорошо я сыграешься вас их прокормить ты хочешь подыграть я вот я попытаюсь пусть а может быть мы тут хотим устроить вечер одной песни ну известно какой песни карельской вот и мы думаем может быть собрать музыка чтобы все по-разному эту песню исполнили у вас как-то в одном в одной банде работал мы в одной банде как раз вот соберемся так ну хорошо поехали как будто раз два три четыре по-карельски по я тут проговорился действительно родилась идея сделать вечеринку карельской песни тут ее забывать стали а мы приехали напомнили осталось найти клуб и порепетировать ухты мы сыгранные ребята значит идем на репетицию в консерваторию репетировать будем с музыкантом никого вообще не знаю кроме алексея который согласился помочь и подтянуть абсолютно из разных коллективов бас-гитариста барабанщика и трубача и вот сейчас будем полноценным коллективом делать песню дарья не марине что получится не знаю пойдем так ребят вы чё нас ждете серьезно это не подстава это не подставать знакомиться прежде чем исполнять песню дарья не марине на людях доводим ее до ума и пробуем спеться так сказать со здешними музыкантами мы с ними разделим сцену а потом и карельские клипки слушайте я мне кажется достал всех уже с этой песни все заканчиваем смотрите наш второй день акустических приключений приглашаем набор давай вариант каким-то спектр подсказал ты где-то выглядел до нее я умный 24 год сделал блог и не представляете что сделался в 24